Приветствую вас, и давайте разберем ваш вопрос. Значит, спрашиваете вы о том, как вам бросить девочку, которую очень любите. Не тащите меня за придиру, то есть не тащите, то есть я скажу вам, то есть я говорю придиркой, к вам же, но ваш вопрос в корне поставлен неверно, потому что бросить кого-либо, ну, девушку в данном случае, означает именно бросить, то есть не желать от нее уйти, и не желать расстаться с ней, не желать идти дальше, например, по жизни, а именно бросить. То есть имеется в виду бросить, сделать что-то очень-очень-очень, ну, такое, негативное. Да? Вот. Это первый момент, который, на мой взгляд, является в корне неверным. Потому что, если вы бросаете в человека, то, ну, наверное, наверное, вы это делаете через силу. Потому что, если бы вы, если бы вы это делали не через силу, то вы бы, ну, проблема бы, проблема бы не стояла с такой, что, как мне ее именно бросить. Понимаете? Вот были бы, была бы просто, скажем так, проблема, например, как ее не обидеть или как подобрать слова, но здесь тоже есть признаки определенных противоречий у вас. Поэтому складывается такое ощущение, что вы сами себе, ну, не до конца отдаете отсчет в том, допустим, почему вы хотите ее бросить. Я имею в виду, я имею в виду, ну, девушку. Вот. То есть, понятно, что вы устали от ссор, понятно, что вы устали от, на счет игнора, уходов, вот, это понятно. Но, это не значит, что вы хотите ее бросить. Это значит, что вам неприятно. Это значит, что вы не можете выстраивать действительно гармоничных отношений. Вот. Это значит, что вы не можете вести себя так, чтобы отношения были, ну, скажем так, адекватными. Да? Чтобы они были такими, которые вас бы устраивали. Потому что, например, ссоры, в ссорах участвуйте вы тоже. Значит, если бы вы не участвовали в ссорах, ссор бы не было. Игнор, это, опять же, означает, что человек может себе позволить игнорировать, ну, вас. Почему, правда, он может позволить себе вас игнорировать, это уже детали. Но, тем не менее. То есть, преди чем бросать человека, да, преди чем бросать человека, подумайте сами, что у вас, что с вашим поведением по отношению к ней, и по отношению, по отношению к себе. Вот. Подумайте, что у вас с поведением, по отношению к ней. И для начала, для начала разберите причины, почему вы ссоритесь с ней, и почему она вас игнорирует. То есть, почему для вас ее игнорирование, да, это что-то очень плохое. Вот. Опять же, выяснение и выяснение. Выяснение, ведь, происходит в том числе и с вашей стороны, верно? То есть, вы что-то пытаетесь выяснить. И все это, вы, именно вы, ну, свою половину, вы требуете от нее. Что, как бы, не является чем-то корректным в данном случае. Что он не является чем-то здоровым в данном случае. Поэтому, если вы уйдете от нее сейчас, то проблема не решится. Ну, именно вот. И именно ваша проблема не решится. Именно ваша ситуация не решится. То есть, вы не станете от этого лучше выстраивать отношения. Вы не станете от этого более гармонично их выстраивать. Поэтому, использовать отношения с девушкой, которая есть у вас сейчас, нужно для того, чтобы выявить и откорректировать негативные элементы вашего поведения. Дальше. Вот вы пишите, что у вас реально нет сил терпеть. Опять же, когда, если, если действительно человек любит, то он не терпит. Он принимает. Из вашего текста не совсем понятно, всегда ли девушка была такой или нет. Но, я полагаю, что если вы ее не идеализировали изначально. Если вы, скажем так, принимали ее такой, какая она есть, то, если сейчас вы это делать перестали, то можно говорить о том, что ваше отношение к ней изменилось. Причем, заметьте, ваше отношение к ней изменилось. Не ее, а ваше. Почему-то. Ну, по какой-то причине, да, изменилось. Вот. Дальше. Вы пишите, люблю ее. А любите ли, если говорите о таких вещах, как будущее, если говорите о таких вещах, как нет сил терпеть и прочее, прочее, прочее. Как проявляется ваша любовь? Вы говорите, что не видите будущего. А какого будущего вы хотите видеть? А видите ли вы будущее для себя? Вот, лично только для себя будущее вы, как бы, прослеживаете? Или у вас будущее связано только с, ну вот, с этим человеком? С человеком, ну, с девочкой, да, с партнером и так далее. Так, тут нужно выяснять. Опять вот. Тут нужно выяснить. Потому что, например, девочка, девочка, например, ну, вряд ли, вряд ли она должна вам обеспечить, обеспечивать, точнее, э-э-э-м, будущее. Потому что вы за него ответственны сами страны за будущее своё, но тот факт, что вы ожидаете от неё чего-то для себя, говорит о том, что, возможно, в чём-то вы нуждаетесь, что, возможно, чего-то вы хотите для себя, но тогда и получается, что чистой любви у вас нет. Тогда получается, что вы её не любите, по крайней мере, не любите вы её так, как пишете. Либо помимо любви здесь есть что-то ещё, либо помимо любви здесь есть какие-то ещё моменты, помимо любви. То есть тут вот нужно смотреть. Потому что... Светлая пища указывает на именно нуждаемость в ней. В девушке я имею в виду. Именно нуждаемость. Не любовь, а нуждаемость. Любовь же, когда мы заинтересованы в другом, а нуждаемость, когда мы заинтересованы в себе. Это я так. Для... Простоты. Выражаю. Для простоты мысли. Дальше. Нас сейчас сердце не отпускает. Что это значит? Здравый смысл говорит, звали от неё. Вроде бы соберут, говорят себе, всё хватит, ухожу, но в последний момент останавливаются, не получается уйти. А почему останавливаются? То есть вы пишете так, как будто от вас это вообще не зависит. То есть вы строите свой рассказ так, как будто вы себя вообще не контролируете. Вот. Но вы же понимаете, что так это не работает. Вы же понимаете, что вы либо делаете что-то, либо вы не делаете ничего. Если вы собираетесь, если вы собрались, то вы делаете это до конца. Либо вы не делаете этого до конца. Вот. Знаете? Какой, какой момент. Поэтому, я очень хотел бы, очень хотел бы этот момент с вами разобрать. Опять же. Что вас останавливает? В том, чтобы, вот, сделать этот шаг. Ведь, скорее всего, чего-то вы боитесь. Скорее всего, чего-то вы опоздаетесь. Скорее всего. Ну, надо, ну, надо понять, с чего именно. Нужно, нужно понять, с чего именно вы опоздаетесь. Нужно понять, с чего именно вы боитесь. И, если, если вы боитесь. Действительно. Вот. Ну, а, скорее всего, скорее всего, вы именно боитесь чего-то. Нет. Дальше. Так. Стараюсь, значит, наладиться с ним, не ругаться с ним. Еще всегда не уступка. Но, бесполезно. Ну, опять же, не очень понятно, Дмитрий. Как, вот, конкретно вы, да, как конкретно вы стараетесь, старались не ругаться? То есть, что значит стараться не ругаться? Если вы ругаете, значит, вас что-то беспокоит. Если вы ругаете, значит, вас что-то напрягает. Если вы ругаете, значит, вас что-то не устраивает. Значит, вы в чем-то заинтересованы. Понимаете? И тут не стараться не ругаться, нужно над собой работать. И смещать потихонечку акцент с девочки, например, самой, да, на себя. То есть, потихонечку смещать акцент с себя на нее. Вот, с нее на себя. Вот так. Потому что мне показалось, что чересчур многого вы от нее ждете. Или чересчур многого вы от нее ждете. Чересчур сильно вы в ней, видимо, заинтересованы. Или, как сказал мой коллега, зависны. Вот. Далее вы пишете, что, значит, ну, что бесполезно. То есть, вы пробовали с ней не ругаться, но бесполезно. Разрешите здесь с вами не согласиться. Если вы действительно хотели бы перестать ругаться, если вы действительно хотели перестать ругаться, то в первую очередь вы бы взяли на себя личную ответственность за то, что вы ругаетесь. То есть, вы как бы, как бы, как бы, сказали бы себе, что ругаюсь-то я, что это меня что-то беспокоит. Что это меня что-то напрягает. Что это мне что-то не помещает. А что мне не помещает. И начали бы скорректировать свое поведение. И тогда, в таком случае, у вас бы не осталось другого выбора, кроме как перестать ругаться. Потому что не было бы даже возможности такой у вас. Вы просто, ну, вы просто бы не смогли. А раз так, значит, вы шли на уступки, как вы говорите. Но, идя на уступки, вы себя подавляли. А это, это, это так не работает. То есть, нельзя идти на уступки через подавление именно себя. Вот. Но уступки нужно идти только в том случае, если вы уверены целиком и полностью в том, что вот, что это то, что вы хотите. То есть, если вы уверены в себе и в том, что, ну, например, не будете, там, ждать всего-то, допустим, от девочки, например. И так далее, и так далее. А если вы ждете от нее, что-то, что, хоть терпи, хоть не терпи, хоть пытается, хоть не пытается, она будет полезна. Также не совсем понятна связь между тем, что вы пытались не ругаться и тем, что у нее пропал к вам интерес. Я, конечно, я, конечно, не знаю, я, конечно, не знаю, но мне думается, мне думается, что связи между этими вещами нет. Потому, потому что ее интерес мог пропасть просто так, а он мог пропасть, потому что вы ругаетесь. Но прямой связи между тем, что вы хотели перестать ругаться и хотели ее бросить, нет. Вот. Меди тем, что вы хотели перестать ругаться и хотели ее бросить, и тем, что у нее пропал интерес к вам. Вот. Вот. Связины с этими вещами нет. Поэтому здесь надо сказать, что вы написали очень сбившего, но вместе с тем это характеризует и то, что у вас есть проблемы в логических цепочках. Ну, то есть, в логическом построении своих мыслей, своей позиции. Вот. Которая может быть в том числе и приводит вас к тому, что вы оказались в этом, в этом положении. То есть, в положении, когда вы хотите уйти, но не можете. Так что я настоятельно рекомендую вам в этом направлении работать. Настоятельно рекомендую вам выбрать себе психолога, выбрать себе эксперта и поработать с ним по данной проблематике. Уверен, вы выработаете и для себя рекомендации, и, возможно, даже девочку бросать не придется. Вот. Только вот будущее свое все-таки нужно конструировать самому, а не через кого-то. Так, значит, вы пишете, а другое объяснение нет, другое объяснение есть. Много ошибок на делах. Каких? Сделали ли вы выводы для себя из этих ошибок или просто продолжаете себя обвинять? Помогите, как и чем вам помочь? Спасибо за ответ. Ну, вот знаете, я не увидел у вас здесь желание работать над собой. Желание получить простой ответ на ваш достаточно сложный вопрос увидел, а вот желание работать вкладываться в работу не увидел. Ну, если не хотите вкладываться в их, почему должны хотеть вкладываться в их. Вот. То есть, помочь вам можно, если вы скажете все-все. Изменить девочку мы не можем. Вот изменить вас, подкорректировать ваше поведение вполне. Хотите? Хотите, чтобы мы помогли выстраивать вам гармоничные отношения? Обращайтесь к этому, нужно учиться. Это не такая история, что вы прочтете или прослушаете ответ и научитесь. Это работа. Это зачастую трудная работа, потому что нужно менять себя. Но регулярная и постоянная работа поможет вам. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.